Здравствуйте! Я хочу сегодня поговорить о танцах и кунг-фу. Существуют различные виды танцев, народные, спортивные, классические. И можно ли провести какую-то параллель между кунг-фу и танцами? Есть ли какие-то схожие черты, либо это совершенно разная область? Скажем, что кунг-фу и танцы это как, опять же, родственники, брат и сестра. Многие люди, когда смотрят на занятия кунг-фу, говорят, о, танцы. То есть у нас очень много хореографии, пластики. И в принципе, люди, которые занимаются кунг-фу, учи, в большей степени это танцоры. То есть если вы занимались танцами, то перейти на занятия кунг-фу вам очень легко и просто. Потому что здесь техника владения телом, хореография, пластика. И я сам занимался больными танцами, наверное, лет 12. Поэтому мне кунг-фу стало очень близко, потому что когда попал в эту вот обстановку, я как будто что-то в родное попал. Люди, которые никогда не занимались танцами, они приходят, и мы их подводим к хореографии. То есть они приобретают пластику, они приходят деревянные, а мы стараемся издать мягкие, вода, огонь, земля, вращение. Поэтому танцы и кунг-фу, они стоят вместе и рядом. И я бы рекомендовал, что если человек занимается кунг-фу, он занимается танцами. Можно сказать, что мы на занятиях полностью не обучены каким-то танцевальным па. И если вы хотите, к примеру, изучить танго или вальс, на занятиях кунг-фу не будет этих видов. Но в хореографии, в пластику вы приобретете вот это танцевание, состояние, слышание, ощущение, именно музыку, ритм. То есть даже витам можно научиться чувствовать? Да, то есть очень важно, люди, которые занимаются и специализируются на выступлениях, есть у нас группы, которые именно выступающие. Это танцоры, то есть это шоу. То есть когда вы приходите в театр, вы видите шоу, и есть шоу в кунг-фу. То есть это танцы. Конечно, там есть элементы разрушения, там будет искусство, мечом, там яблоко разрушили, там еще что-то сделали. Все это присутствует, это шоу, но, скажем, процентов 60 это хореография. Целых 60 процентов. Да, поэтому я говорю, что я ввожу в занятие слово хореография, это признает то, что вы приобретаете определенную пластику тела, способность двигаться красиво, перемещаться, то есть хореографию самодвижения, пластику. Поэтому танцами мы занимаемся, только нужно очень четко разделять. Многие люди думают, что если я, к примеру, красиво двигаюсь, то это только танцы. Это техника. То есть, например, мы изучаем танец. Тигры, змеи, журавли, леопарды, драконы, слона, лошади, обезьяна. 13 видов животных, и на каждом есть танец. Танец – это определенная хореография, пластика, координация, выносливость. То есть, это спортивное вообще занятие, можно сказать. Хотя мы не спортсмены, будем разделять очень четко. Мы не спортивная организация, мы оздоровительная гимнастика. И танцами я очень люблю заниматься сам. Я с удовольствием танцую и танго, и вальс, и чача, и пасадобль. Поэтому танцы и кун-фу – это наши друзья. Обратите внимание, кстати, все знают бруслей. Бруслей занимался танцами. Ничего себе, я не знала. Так что все люди, которые занимаются танцами, могут приходить на занятие кун-фу. Более того, я скажу, что у нас занимаются танцоры, профессиональные. Люди, которые преподают, скажем, бармен танцы, занимаются у нас. Я спрашиваю их, и как? Они говорят, вы знаете, мы получили другой совершенно эффект. То есть подвижность тазобедренных суставов, восстановление именно коленей. То есть проблемы у них начались со здоровьем, так как они профессиональные танцоры. И на занятном фоне получили оздоровительный эффект. Это говорит о том, что данные виды можно вставлять в занятия к танцорам, как подготовительная или восстановительная техника. Не нужно думать, что, например, если вы ввели занятие кунг-фу, занятие бальных танцев, то значит, бальники перешли на кунг-фу. В профессиональных клубах, где танцоры, где выступающие, можно вставлять программу 30 минут для восстановления суставов, сухожилиев, связок, чтобы у них поддержка была красивая, чтобы позвоночник там не был сколез. То есть именно вот подкачки, я покажу, какие группы можешь подкачать, как подкачать без тренажеров. Вот вы на паркете танцор, и я знаю, какое у них должно быть положение, как они вот стоят, основные моменты, так как я сам маленький. И я знаю, как поддержать тело, и если человек уже имеет проблемы с вами, как его восстановить. То есть танцы, и мы, и друзья. Я думаю, танцорам эта информация была очень полезна, так как у танцоров постоянно что-то болит, какие-то травмы. Так что приходите на кунг-фу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч. Спасибо.